Вводная часть закончена, давайте уже наконец-то вязать, потому что времени прошло немерено. Так, вот наша модель сегодняшняя, будем вязать мы шапочку. Шапочка будет, ну, сердечко от нас никуда не денется, естественно, оно будет в этой шапочке присутствовать. Что мне надо? Мне нужен объем головы, само собой, потому что шапка у нас должна быть по фигуре. 29 сантиметров, смотрите. Наша шапка такова, что она может чуть-чуть растянуться. То есть вот эти 29 сантиметров, учитывая, что плюс к этому еще припосадка, плюс та растяжка, которая у нас получается в результате вязания, мы берем 20, 29, ну, даже 27, давайте, на пару сантиметров меньше. То есть у нас ширина изделия 27, то есть я на 2 сантиметра уменьшаю. Длина изделия. Мне нужна минимальная длина изделия. Минимальная определяется, можно от уха до уха, можно от лба до затылка, как хотите. Вот, в принципе, 20 сантиметров, если с бровями закрытыми. Ну, округляем, округляем, потому что все равно у нас шапка будет другого размера. Итак, длина изделия 20 по периметру, значит, 10. Делим пополам. Но, ну, вот, как бы квадратик, он квадратик и есть. 27, ну, 10. Но она будет не 10, а гораздо больше. И насколько больше, сейчас мы с вами будем считать. Для этого берем машину. Машина калькулятор или машина калькулятор? Да, конечно, калькулятор. Да. 27. У меня петельная проба, 2,5 петли. И, сейчас, 4,28 ряда. Так, минимальный размер для шапки 4,28 на 10, 42 ряда. Эта шапка будет хорошо по голове сидеть. У нас она будет длиннее, поэтому это тот минимум, ниже которого опускаться нельзя. Дальше можно. Ширина 27 умножить на 2,5, 67. 67 петель и минимальный 42 ряда. Что такое сердце, которое мы будем вязать? Это соединение полотен. То есть мы с вами убираем шов. Шва у нас не будет. Вместо шва у нас будет отделка. И сердце будет непростое. Оно будет золотое. Точно. Оно будет иметь разное сечение. Поэтому и в чем там оно у нас? В квадрате, в куме, в периоде. Геометрическая прогрессия. Потому что оно будет убывать. Оно будет убывать. Оно не будет иметь единой размерности. Размерность разная. И сейчас мы с вами считаем эту размерность. Поскольку у нас сердце должно быть крупненькое. Это отделка. Берем для первого яруса 20 рядов. И дальше мы начинаем эти ярусы уменьшать. Что такое ярусы, как мы их уменьшаем, как мы будем укладывать, я вам расскажу, когда мы дойдем до этого сердца. Сейчас примите на веру, что мы берем 20, потом 14, 10, 6, 3. Это минимальный размер рядов, которые нам надо провязать для того, чтобы наше сердце хорошо улеглось. Так, 6, 6. Конечно, не 3, а 4. Потому что четное количество. Что-то я разбежалась. Как хорошо, что среди нас двоих один человек владеет математикой, а другой не владеет. Тебе в голову не пришло бы в геометрической прогрессии вязать сердце. Зато ты калькулятором хорошо владеешь. Да. Зато я вяжу хорошо. Зато ты вяжу хорошо, да. И смотрим ту длину изделия, которую мы должны связать при таком вот распределении нашего сердца. 20 плюс 14 плюс 10 плюс 6, 4, 10. 54 ряда. То есть изделие не 42, а 54 ряда. Это то, что мы должны вязать. Итого. И плюс еще подгиб. Само собой, вот в это распределение рядов у нас подгиб не входит. Но он будет совсем маленький, просто для того, чтобы он был. Вот этот. Он будет плюс к 54 рядам. Они нам нужны для оформления. Итак, беру машину. Делаю простейший подгиб. Другим цветом. Вот я вязать буду из двух цветов. Сердце розовое, шапка желтое. Ну, наверное, так. Можно поярче, но тогда они сливаются. Вот такое вот желтое шапочка и розовое сердце. И поскольку сердце розовое, то и подгиб у нас тоже будет розовый. Итак, подгиб розовый, шапка желтое. Начинаем вязание. Так, ну, задержимся, и все, и нормально все будет. Ну, я думаю, что мы попали на какую-то страницу, на которой, в смысле, на YouTube. И, скорее всего, у YouTube какая-то есть задача сегодня, там, какие-то настройки переменить. Между прочим, сегодня в ВКонтакте произошла какая-то замена чего-то, плагинов там, я не знаю, каких-то. Да, плагины не могут меняться. Фарфокк закрылся, есть плагины. Да, потому что вдруг стало показывать количество просмотров, количество лайков, количество... Вот, ура, пошло, все, девчонки видят. Все, начинаем продолжать. Продолжаем начинать, давай. Так, ну, вот, статки я тут связала уже, подгиб, больше, да, не а то все чем-то заняты, одна я сижу тут с этой машинкой. Вот, подгиб самый простейший, сейчас я его надеваю, у меня обвивы. Как сейчас так раз со Светланой обсуждаем, что тут сплошные замены плагинов, сплошные перезагрузки всех программ, ВКонтакте сейчас что-то заменили, Firefox там заменил плагины, поэтому это связано именно с какими-то внутренними работами на Ютубе. Что постоянно... Потому что у нас несколько компьютеров убивает на всех сразу. Убивает все, одновременно, то есть так не бывает. Это не местный глюк, а какой-то совсем глюк. Глобальный, мирового масштаба, конфликт мирового масштаба. Так, поэтому у нас вот какая-то вот интересность такая происходит, поэтому, девочки, вы не переживайте, если нас еще раз... Если что, мы вам напишем на сайте, что дальше. Но сейчас пока мы сделали трансляцию на сайте, везде как бы не до жиру, лишь бы провязать. Поэтому, если что, мы зайдем еще раз, к шапкам довяжем. Вот, ну, мне очень нравится комментарий такой. Сердце розовое, шапка желтая, и все, капец. Вот, все, можно смеяться, матер-класс закончился. Закончил, сердце розовое, да. Цвета сообщили, и вяжите. Каким мы это намеками, да? А дальше вы додумываете сами. Очень сильно намекнули. Вот все, вам намекнули, дальше вы уже сами. Пожалуйста, ждем ваше воплощение четвергу, да? Ждем четвергу и будем голосовать. Мы не звери, мы так не поступаем. Все, подгиб готов. Я надеюсь, что за столько лет нашего совместного висания вы уже знаете, как делать подгибы? Понятия не имеют, что у меня показывает камера, я надеюсь, что вы видите. Молодцы. Кто ставит ручку вниз, не сдерживайте себя. Если вам все плохо, значит, покажите нам, что есть люди, у которых все плохо, потому что у нас все хорошо. У нас интернет заработал, и у нас все хорошо. Да, мы вполне довольны и счастливы. Так, и теперь я буду молча, долго и громко вязать 54 ряда. Вот как мы с вами... Ой, вот это вот посчитали. 54 ряда я вяжу. Но не все 54... Ой-ой-ой, камера. Камера так. Нельзя раздвинуть куда-нибудь. Можно. Сейчас вырвешь камеру, и вообще на этом все закончится. Не тяни технику. Вот туда ее. Сейчас мне вот это нужно. На этом вот прицепить. Ой, не дергай так. Не дергай, пожалуйста. Я пугаюсь. Не, я просто тебе хочу выкнуть вот это, чтобы ты ее видела, и тогда ты сможешь... Нет, ты это, пожалуйста, смотри. Да, да. Девушки, я не доволен, что там не вовремя. Значит, все претензии, пожалуйста, мы не принимаем, потому что мы вместе с вами боремся. Это значит то же самое. Титаник затонул, да? Претензии к тому, что кому? Конструктору, к капитану, к айсбергу, к кому вы будете предъявлять. Мы делаем то, что можем, и поэтому претензии не применяем. Все спокойно. Не принимаем на себя, потому что мы сами заинтересованы в том, чтобы у вас все было. Если вы знаете, что мы это специально делаем, то как бы вы глубоко ошибаетесь. Мы делаем все, чтобы вы получили то, ради чего вы бесплатно, бесплатно пришли. Нет, я просто не люблю, когда мне выходит из себя, что что-то я делаю не так. Это бесплатный урок? Нет. Это бесплатный урок. Вы за него нисколько не заплатили. Поэтому вы можете нажать на кнопочку и уйти. И если вы не понимаете, что мы боремся для того, чтобы вы получили тот урок, который вы никогда нигде не видели, то вы меня очень сильно расстроили. Все. Все. Я очень недовольна. Да, очень недовольна. Так, спокойно. Мы все спокойные, и мы спокойно должны сегодня довязать эту шапочку. На ютубе проблемы, а у нас проблем нет. Мы вяжем. Так. Три глубоких вдоха. Вот, девочки, мне уже это командуют, что сделать. Правильно, это самое лучшее. Просто понимаете, когда что-то происходит, нужна поддержка, а не наезды, что тут как бы у вас, вы туда-куда-то, туда-не туда. Да, поэтому, девочки, вот, правда, не нужно. Потому что мы целое время готовились, чтобы вам придумать что-то интересное. И вот так, как вы крылья подрезать, не стоит. Нам крылья не подрезать. Они у нас шапки большие. Все, полетели. Ладно, не волновайтесь. Не волноваюсь. Ты видишь? Все, все спокойно. Все, молодцы. Так вот, первый раз начнем. Про свое вязание. Я буду вязать 54 ряда, но не... Так, где я тут? Даже не вижу по себе. Но не до конца, а где-то вот за 10-15 я остановлюсь. То есть 54-15, посчитай мне, 40. 40, нет, 40 мало, 46. Потому что шапка маленькая, очень высоко тоже. 46-48 рядов провязываю. Потом буду делать уменьшение по макушке. Иначе вот такенный мешок мне будет не собрать. Будем делать... Макушку уменьшать. Поэтому сейчас раз, сейчас два. Это 48. Мы все молчим. А вы можете пока что-нибудь полезное сделать. Когда 5 минут было, там девчонки уже пели 5 минут, 5 минут. Ну, видишь, какие оптимистки. Молодцы, молодцы. Мы с этой стороны тоже боремся для того, чтобы вам было интересно, весело. Поэтому давайте. Ну, катаклизмы у нас периодически случаются, но что делать? Ну, что это? Так, а чего нам уже делать? Полы помыть или что делать? Нет, вот это можете разыграть. Пуговицы. А, пуговицы. Пуговицы, правильно. Я 48 видов режу. А мы... Да, да, да. Мы сейчас... Значит, смотрите. Мы с вами пуговицы. Я сейчас подключусь. У нас сегодня как бы вылетели тут половина всяких флагинов. Я не знаю, что это такое, но они вылетели. А какая разница? Какая разница, да. Главное, что их нет. Ну, значит, пойдёмся, да. Значит, и обойдёмся. Вот. Но мы будем сегодня... А я натянула опять камеру. Ага. Ну, разобраться, пуговицы. Я думаю, нам это не помешает. Поэтому сейчас я запускаю эту нашу... Как она называется? Генератор случайных чисел. А ты пока вжикайся. Так, 3, 4... Скажите, пожалуйста, вот спрашивай. Так, значит, простите, а 54 ряда с учётом подгиба или это подгиб поддельный? Подгиб поддельный. Так. Так, 12 надо не завязать. Поставлю себе меточку, что я провязала 2-12 рядов. А то сейчас я начну отвечать, всё забуду. Итак, у нас наше сердце имеет особенность такую, что оно будет вязаться не одним и тем же количеством. Оно будет с уменьшением идти. То есть, широкое снизу и узкое сверху. Для этого мы посчитали, какое количество рядов мне нужно на каждый элемент этого сердца. По разным элементам каждый элемент у меня будет заниматься меньше и меньше количества рядов. Так вот, 54 ряда только на сердце нужно. Потому что первый элемент будет занимать 20 рядов, 14, 10, 6 и 4. Плюс к этому подгиб. Потому что подгиб у меня сам по себе. Подгиб желтый и сердце будет желтым. Так, 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 так. Подгиб у меня, простите, розовый и сердце будет розовое. А шапка второго цвета. То есть, подгиб всё равно. Учитывая количество рядов, видите, шапка, которая плотно сидела бы по голове, 40 рядов. А мы вяжем 54. То есть, это колпачок, который будет... Шапка бенья, колпачок, как хотите назвать. То, что можно типа берета закалывать на бок. Вот такого типа шапку мы сейчас будем с вами провязывать. Но поскольку она должна быть у нас чётко квадратной, по условиям на посиделок, мы вяжем квадраты, мы должны немножко уменьшить её сверху. Количество рядов у меня будет 54, но на 48 ряду я начну уменьшать количество петель по самой шапке, чтобы стяжка не была такой жёсткой. Поэтому сейчас я провязала 12, вяжу ещё, сколько-то там, да, 48. И останавливаюсь. Я довязала до 48 рядов, теперь мне нужно сделать так, чтобы у меня макушка постепенно убавлялась. По-хорошему нужно делать убавки, реальные. Но поскольку квадрат, и мы в данном случае сделаем простые изделия, я буду просто делать пересадку каждой четвёртой петли. У меня три петли остаются, четвёртую убираю. Три петли остаются, четвёртую убираю. То есть я делаю такое прореживание петель. Так, Виолетта, вы поняли про... Виолетта, она здесь, она спрашивала про подгиб. Понятно ли про подгиб или нет? Потому что пока мы розыгрышем занимались, я не читала, что там писали. Пока я ничего не вязала. Понятно ли всё про подгиб? Понятно или непонятно? Давайте. Ну, девочки, пока мы тут, давайте все вопросы. Потому что я вот, например, вообще ничего не вижу. У меня перед глазами нет ничего, всё. Светлана транслирует. Так. Мы провели часть игл, убрали в заднее положение. Остальные иголки у меня будут вязать. То есть три вяжут, одна в заднем положении. Три вяжут, одна в заднем положении. Таким образом, мы убрали часть игл из процесса. Да, будут протяжки. Но они всё равно дадут возможность нашему вязанию стянуться. Итак, поскольку у меня 48, ну сколько я могу ещё? Так, а всего 54. Ряда 4 провяжу. Так, 3. Три ряда провязываю. Так, 54 минус 48, это сколько? Это 6, да? Три ряда провязываю. 49, 50. 51. И ещё раз делаю прореживание. То есть я беру и убираю каждую вторую петлю. То есть между блоками из трёх игл я убираю каждую среднюю. У меня получается в работе и количество петель в половину. То есть у меня не 67, а 33. Вот. Это уже не так ужасно смотрится, как вот такие вот стяжки, огромные мешки. Эти петли распределятся, лягут ровненько, протяжки у нас исчезнут. Вы увидите, что вы их не найдёте, эти протяжки, при таком вот вязании. Самое главное, не увлекаться вот этим вот, этим местом и не вязать много. Тогда не будет заметно. То, что мы с вами такое вот... Наталья, вот тут вопрос, Елена спрашивает. Купила Ню-2 и при вязании у меня рыбные края. Пожалуйста, подскажите, почему так происходит? А потому что не натягиваете. Ню-2 она не столь проста, как может показаться. Всё зависит от того, как именно вы прокладываете нитку. Нитку нужно, во-первых, натягивать при... Сейчас я не вижу, что вы видите. Мы видим, ну, что у тебя есть, то мы видим. Ну, я не думаю, а край видит, не видит, показала бы так. Видела, так подтормаживает, я не вижу экран, не вижу, что я вам показываю. А, вот край. Вот смотрите, нить надо подцеплять под верхний уголок платья и натягивать так, чтобы машинка с лёгким трудом из руки нитку вытягивала. Тогда, видите, я натягиваю нитку, у меня приподнимается платина, аж до такой степени. Но не нервите так, чтобы вообще тянулось, а? Натянули и провязываете. Края при этом получаются абсолютно ровные, нигде никакой рыхлости. Это чистое натяжение, ничего больше. Значит, ещё раз, Верлета всё-таки не поняла про подгиб. Сколько рядов? Я так понимаю, сколько хотите? Сколько хотите. У меня подгиб 5 рядов, 5 и 5. То есть, всего 10. Маленький. Задача не подгиб вывязать, а вот эту вот часть, которая за подгибом. Ну, надо же было как-то начать эту шапку. Мы её начали с подгиба. Так, всё, собственно, мы шапку провязали. И теперь я её снимаю, надеваю нитку в иголку. Можно было, конечно, взять и петлюловителем, и как угодно, но я иголкой сниму. Ну, вот те, кто не вяжет, если кто-нибудь, кто с нами вяжет, те, кто не вяжет, нажмите, пожалуйста, пальчик вверху, поделитесь, пригласите, чтобы ещё приходили к нам на вебинар. Потому что 121 человек – это маловато. Должно всё-таки быть тысячу человек, тогда мы весь мир закидаем шапками, и все будут ходить в таких красивых вязаных изделиях. Потому что мы с Наташей не любим скучные вещи, и мы в любое изделие стараемся всё-таки принести какую-то изюминку. То, что мы вам сегодня расскажем, сердечко, я настояла... Наталья, сердечко мы ещё не начали вязать. Это к тому, что кто-то, может, отчаялся уже, и вы увидите, сейчас мы его будем вывязывать. Да. Вот, и мы как бы видели, что есть швы, которые... Вот хотелось бы действительно чем-то задекорировать, да, но вот как бы в особенности в шапках. Центральные... Не все умеют хорошо сшивать швы, да, не все умеют красивые. Поэтому здесь вот один из способов сделать декоративную вставку, которую у вас будет закрывать некрасивый, недекоративный шов. И вы его сможете вот таким способом сделать красивым, аккуратно. Поэтому мы смотрим... Ну, чего? Пропустила. Пропустила. Ну, что делать, мы с ней? Обратно. А что ты с ней делаешь? Она под... Это уже затылок у тебя? Это верхушка, да. Так, мне бы... Так, девочки, у меня... Я тебе булавку сейчас помню. А, да. Авария произошла, но... Станавливаться уже не буду, уже просто не приняли обращать внимание. Пропустила петлю, слесила, у меня всего. Петлю. Житейские мелочки. Да, на общем входе, если все просто чистые мелочки. На фоне потери Ютуба, это уже житейские мелочки. Знаете, вот когда есть с чем сравнивать, всегда можно понять. А, не надо мне булавку, потому что я сейчас ее просто вывожу. Катастрофа или нет. Когда у ребенка температура 37, потом 37,5, потом 37,8, потом 38, потом 38,5, то мы начинаем ее сбивать и сильно волнуемся. То, когда температура становится 38, а была 39, то ты понимаешь, о, хорошо хоть 38, да, а 37,5, так вообще праздник просто. Поэтому, как говорится, что с чем сравниваешь, и поэтому потеря одной петли на формате целой готовой шапки, я думаю, не такие большие потери. Сейчас мы эту петлю заловили. Так. Ой-ой. Вот она. Помимо того, что мы поймали петлю, мы обмотаем эту пойманную нитку вокруг, которая у нас является стяжкой, и завяжу все. И на этом мы петлю спасли, и она у нас не потеряется и примет участие в стягивании. Все. А потом мы ее просто уберем внутрь, и никто это никогда не узнает, что там петля была упущена. Так, начинаем вывяживание самого главного. Мы дошли до сердца, которое мы так долго ждали, и вязать мы его будем розовым. Розовый погиб, розовое сердечко. Так, 20 петель, это наш, наша первая, первый ярус. Достаю 20 петель, причем нужно какой-то разделитель, вот у меня разделитель. Нет, это вот твое. А, это не твое тоже? Это тоже не мое. Я тут вообще ничего не вижу. Сейчас тебе все будет. Пожалуйста. Так, все отлично. Просто у нас тут, тоже не понимаю, где мы находимся. Раз, в космосе. Раз, два, три, четыре, пять. Это первая десятка раз. И вторая десятка. Вот. 10 и 10, итого 20. Можно брать многоигольный декер. Я сейчас буду делать многоигольный. 20 рядов, это с одной стороны 10 петель, потому что подцеплять мы будем за межигольную протяжку. А межигольная протяжка, это два ряда. Это как раз два ряда провязали, протяжка. Два ряда провязали, протяжка. Как раз наши 10 петель, 10 рядов, которые мы с вами насчитали. И складываем наше изделие. Складываем его вот так. То есть оно изнанкой к нам. Разворачиваем полотно так, чтобы оно легло в одну сторону и в другую, относительно подгиба. И вот разделитель. Берем первую часть, начинаем надевать. Первая протяжка пошла. Желтенькая. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, 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 протяжка, 10. Евгения Штефан, наша ученица, сегодня на третий курс перешла. Она пишет, я с вами с января по посиделкам связала несколько вещей. Все показывала маме. А она, оказывается, на работе хвасталась. А сегодня она написала мне, что ее помощница хочет заказать мне трансформер вольтрон, такой, как я своей дочке связала. А помнишь, это с косой азиатской? Так что спасибо вам, что вы учите вязать такие вещи. Ну вот мы показываем, еще раз скажу, что мы показываем все-таки схему, потому что трансформер вольтрон у Евгении был необыкновенной красоты, и она это придумала уже по нашей схеме, вставила туда узоры, которые сделали эту схему уже живой. И поэтому за два часа с вами мы занимаемся креативом, придумываем какую-то идею, которая может, как картинку по образцам, по цветам, как они называются, по цифрам, расписать своими узорами, своими цветами, тем, что вам нравится. Потому что вот то, что мы показываем, обычно придумать своей головой очень тяжело. То есть для этого все-таки нужен опыт. Поэтому опыта у нас девать, как говорится, некуда. Дети вязать у нас не хотят. Поэтому спасибо, что вы есть, что вам это интересно. Так, теперь такой нюанс. У нас 20 петель, 20 рядов. То есть по большому счету 10 с одной стороны петель, 10 с другой, с каждого края. И провязать надо как минимум в два раза больше рядов, чем у нас петель с каждой стороны. То есть, чтобы не париться и не думать, вот сколько у нас петель всего в работе, 20, столько рядов мы и провязываем. Узелок. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, двенадцать, 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 четырнадцать, пятенадцать, пятнадцать, пятнадцать, девятнадцать, двадцать. Минимум провязан. Больше тоже не стоит. Это будет уже... уже мешок уже не надо так второй ярус у нас представляет из себя 14 петель то есть если каждая сторона у меня была 10 то теперь 7 ведь отсюда я должна убрать три петли с каждой стороны убираю самым простейшим способом не просто пересаживаем 1 петля 2 петля 3 петля и стягиваю все это в общую кучу к середине валентина не поняла еще раз как насаживать сейчас я буду насаживать 2 покажу вам надежда говорит наталья светлана вы даете главную идею здорово научить не только вязание без этого никуда ну конечно но как вы понимаете мы если бы мы все показывали вам на посиделках у нас мастер-группа бы совершенно была не нужна мы здесь все-таки ставим другую задачу не научить вязать а научить не бояться научиться научиться видеть необычное неожиданное в самых примитивных вещах потому что на посиделках мы вяжем квадраты и увидите что мы вяжем квадрат но как оказалось сердечко это тоже квадрат которые только с небольшими пересадками любые пересадки кривые линии но здесь у нас не стоит задача вывязать форму то есть как бы если мы вязали сердце по правилам то конечно вы делали расчет и достаточно сложно бы там возились но вот это методика вот этого вязания декоративных соединения вот она нам позволяет связать очень оригинальное изделие на на простом способе не нужно рассчитывать ничего петлю туда петлю сюда все так в принципе квадрат но с небольшими модификациями так так не поняла сколько убавляем сейчас убавляем первый ярус нас был 20 20 рядов это значит 20 петель ну примите к тому что вот сколько у нас 20 рядов равно по разделению 10 и 10 понятно вот относительно середине 14 это 7 и 7 10 это 5 и 5 6 это 3 и 3 4 это 2 и 2 это относительно вот этой центральной платины вот столько мы убавляем было 10 стало 7 убавили 3 петли сейчас мы провяжем этот ярус перейдем к следующему убавим две петли получим здесь вот 55 относительно центра то есть всего 10 дальше 6 и 64 то есть мы 20 рядов либо 20 петель вот здесь все просто ряды петли у нас соответствуют даже думать не надо пересчитывать ничего не надо независимо от того какого плотности как вы вязали теперь как соединять соединять вот вот наш подгиб изнанкой к себе может быть засвечивать немножко изнанкой к себе и разложили так что подгиб вот он соприкоснулся вот как бы сложили шапку и развели его в стороны у вас вот этот наш наши бачки бака теперь закончили мы вот здесь беру следующий петельный столбик вот этот и начинаю вот точно также от начала от этой розовой линии то есть этот отсюда этот отсюда вот так сложила забыла о том что у меня там что-то связано и начинаю заново раз протяжка два три четыре пять шесть семь соединили то же самое здесь возвращаю обратно если провязать меньше у вас вот здесь вот может не хватить полотна если больше будет огромный-огромный мешок ну вот елена я такую косичкой оформляла только зажки были маленькие и одинаковые да вот мы не стали маленькие одинаковые делаем большие разные большие разные да потому что самому догадаться до этого очень тяжело но мы решили что тяжело для хорошее идея хорошая но надо ее как-то разнообразить понимаете мы сторонники того чтобы вы переставали искать схемки и узоры то есть те кто те кто у нас мастер-группе мы все время говорим что ваша задача увидев на ком-то разобрать это изделие и собрать то есть мы мы стараемся чтобы вы не искали эти изделия вы понимаете схемки а чтобы вы понимали как это сделано потому что на самом деле это сердечко вот то что он не сгодится к серединке мы с Наташей когда думали как сделать я у меня была идея совершенно другая но у Натальи говорит что это логически не выполнить потому что иначе бы всю шапку просто туда засосало и все как бы некрасиво было И потом Светлана иногда придумывает такие идеи которые тяжело повторимы тем кто еще не очень уверенно вяжет то есть или умереть на расчетах мы выбираем мы выбираем именно исходя из посиделки те уроки которые у нас платные типа вот этой юбки ну уж там говорится есть где поковыряться да головоломки уж как бы головоломки вяжу 14 рядов поскольку у меня 14 петель 14 рядов провязываю пишет а у меня дочь креативит я только воплощаю в жизни идеи ну вот у нас как бы точно так же Наталья некогда креативит потому как она вообще непрерывно вяжет то есть я даже не понимаю когда она спит хорошо что у тебя стены слабые да и ты хотя бы по ночам спишь а так было и днем и ночью мне хватает соседа которые днем и ночью сверли когда этот гад я не знаю у меня уже эмоций не хватает как его назвать он 2 месяца у нас перфоратором долбит я не знаю что может долбить бассейн наверное не знаю я вот прям так хочется узнать что же ты делаешь вроде скрябочку начали я думала что отделка пошла он опять перфоратор и когда этот паразит 8 утра воскресенье перфоратором делай дырки я думаю что ну я я читала объявление дорогие соседи дорогие соседи наш сосед там какой-то замурован там это надо со всех сторон в это воскресенье с утра часа в четыре помочь ему выбраться из это размуроваться да приходите вместе подолбим ну вот а у нас кстати а есть форум нашего сообщества проживания нет и люди просто все интересные события которые у нас происходят в нашем жилом комплексе те дают кто-то долбит но при этом внизу в подъезде вешается кулек конфет и говорят угощайтесь соседи это вам компенсация за наш ремонт пишут объявления соседи пока укажите пожалуйста удобное вам время я хочу подолбить там то есть вот такие вот вещи это нормально по-человечески и реально пишут там вот кто-то пишет у меня ребенок спит такое время шуме шуме кто-то пишет а мне без разницы кто-то спасибо за конфетки и все а когда те долбят 8 утра в воскресенье перфоратором в башку это вот убить хочется в течение двух месяцев так у меня 10 петель значит 10 секунду дали вопросы очень классный декор опять у меня заставили сожалеть что у меня мальчик и мальчик ну как говорится для себя может связать это мы же с вами шапку вяжем но вы когда поймете вы сможете этот узор и применять и на кофтах и вот девочки пишут на регланах очень хорошо на регланах очень но на регланах все делают одинаково а вы сможете сделать разной ширины и это будет ваше отличие вы сможете на реглане сделать то есть они будут из подмышки выходить широкие а туда уходить в подмышке узенькие такой такой технологии никто никогда вам не показывает вам покажу как это начинается как она выглядит еще там чего-то так если не был такой у меня сосед три ночи дверь ломился есть у вас так что перфоратор из рук выровнял вопрос какой максимальный размер можно использовать чтобы связать это сердечко пробуйте на самом деле зависит от пряжи ну любой любой учтите только что вы завязаны на размер вашего изделия здесь определяется те что она же все собирается она собирается в одну точку очень большой он будет вот на этом мешком вот наверное на самом деле очень большой не пробовали но если кто-то попробует и скажет каков эффект то наверное будет интересно мы не пробовали давайте попробуйте да кто будет экспериментировать вот и покажите насколько максимальный размер зависит еще от пряжи потому что тонкие и висящие нитки в ряд тонкие висящие нитки будут показываешь заранее я провязываю 10 рядов так закончили с этим 10 следующей следующей надо оставить ты убираю из пяти 2 ничего сегодня сдаем вот наталья предлагает вообще вариант можно из подмышки маленькие к центру побольше а потом снова уменьшить да вот вещей для вас полет фантазии вот я говорю что когда вы видели что они везде одинаковые вам и и в голову не приходилось они могут быть руки но мы сейчас покажем что они могут быть очень разные вопрос только понять как их высчитывать и но как бы целая методика как высчитывать но на самом деле вы можете ну в принципе я вам показала как это выщеливание то есть если вы внимательно смотрели то поняли простейший способ как рассчитать эти косы то есть по имеющемуся количество рядов и вполне может не раскидать эти косички сколько у вас там чего так я чуть не начала вязать не забыл забыл надеть наше изделие так у меня шесть видели шесть сейчас надеваю шесть раз два три вот как раз две протяжки остается все посчитано прям вот как в аптеке ну так ты же не случайно с калькулятором ты дружишь поэтому да и я вот не могла сказать что я с ним сильно дружу я вообще как с машинкой визуально дружу это да все остальное как-то вот я думаю тебе надо назвать тоже машинкой и тогда он у тебя понимаешь пока он у тебя в поднятии калькулятор ты его относишь к разряду математики а когда ты его начнешь называть машинкой ты он отнесешь к разряду как у тебя будет уже элементом 6 рядов и убираем по одному у нас остается четыре петли и надеваю косичку и провязываю последний элемент другой анекдот дорогие соседи наш длительный ремонт который доставлял он так много неудобств окончен мы продали все перфораторы и купили караоке будем теперь петь я тут видела в интернете картинку домашний трактор экскаватор в общем такая конструкция в ней сидит дядечка как маленькая машинка только с огромным ковшом и вся эта штука ездит по квартире между комнатами и там подпись а вы еще переживаете из-за перфоратора уже уже есть домашний трактор домашний трактор так ну пару рядов провязываем и собираем это все на нет чтобы она нам не мешала к стяжке потому что шапка у нас тянется а вот эта конструкция она непонятно какая мы и стягивать вместе с общим петлями не будем мы ее вот так вот сейчас в нет закроем и она будет у нас на макушке незаметная одна из наших учениц когда я сегодня объявила что мы вяжем сердце геометрической прогрессии она говорит что она учитель математики ровно сегодня поставила двойку своему ученику который пошел искать формулу геометрической прогрессии учебник по геометрии вот вот то что мы с вами связали сердце разного разного размера вот вот так вот выглядит сердце немножко большем формате но более длинными петлями то есть смотрите вязать можно все что угодно вот наша шапочка сейчас мы ее а наша задача осталось делать делаю нас вот смотрите аккуратно сшиваем подгиб но один недостаток вижу при вот таком способе вязание шапки поскольку отделка у нас все-таки является видимой частью на подгибе у нас будь шов умеете красиво сшивать отлично не умеете сейчас светлана сделает помпоны мы с вами вот эту часть прикроем вообще сшить иголкой и будет не видно очень даже хорошо ведь из ниоткуда выходит такое сердечко и никуда заканчивается но делаю помпом традиционным ленивым способом там что-то опять понажимала смотри нет мир так я тоже при наматываю где мне тут наматываю на руку вот просто наматываю на руку нужное количество и здесь вот перехвачу вот это вот здесь вот перехвачу этой ленты этой же ниточкой то что у меня есть захватываю сюда захватываю с этой стороны и вот затягиваю видно вот затягиваю снимаю с пальцев затягиваю уже этот свой помпон вот он все у меня получилось помпон его только чуть-чуть подрезать и расправить вот у меня просто самым простым способом сшиваю наш подгиб я не буду сейчас уже иголку его сшивать я сшиваю его крючком и можно было провязать шапку сначала потом сделать подгиб сначала так и хотели но учитывая наши цепь ноты то что у нас вот такие вот проблемы лучше нам показать косичку чем то как подгиб пришивать подгиб самым простым способом вот так сейчас здесь вот еще задекорировать дырком который получается от того что здесь растяжение петель было мы сейчас желтеньким вот и ниткой затянем все петли все нитки все вот эти хвосты вот затянули петлю получилось из розового подгиба выходит розовое сердце все нитки уходит у нас подбит ничего нигде не оставляем подгиб забирает все очень удобно пишут что очень понравилась идея классная идея и и так легко вяжется очень легко и вяжется самое главное посчитать но если у вас они равномерные то там проблем меньше с маленькими вообще как 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 связали так связали никто никогда не считает такие конечно стоит посчитать особенно если вы вяжете большие видите вот что у нас получается изнутри шапка как я вам говорила помните самом начале немножко растягивается немножко потому что там где мы начинаем наши сердечки у нас соединение видите вот такие происходят поэтому сильно то не растянуть но какой-то на какое-то растяжение все равно у нас присутствует ну ты уже сделала такое конечно но вообще малюсенький крохотулечку подрежешь если тебе не нравится конечно огромный зачем я же не знаю какой для формата вот и посмотри мы все сердце закроем я же думала на затылок ты же сказал на затылок надо ты сказала сюда сюда закрытия вот это место с тобой ведь несогласована здесь я поняла что на вот сюда и тебе сюда сделала сюда ну давай маленький а сюда бусину пусть пришлют да вот эту часть мы закрывать не будем мы сейчас вот смотри вот какую-нибудь бусину тебе сюда вон но не надо тут нормально так беру просто так здесь у меня нитка упущенная и затягиваю петлю затылок в принципе за счет того что мы видите периодически подправляйте и затягивайте затягивайте телефон оценили на самом деле это не телефон это мы делали вот как бы образец провязывая чего у нас получится поэтому я надела телефон чтобы показать что в принципе вы можете сделать все что угодно то есть если вы любите чехлы телефонные в таком формате смотрите какая чудес чудесная необыкновенная идея как угодно можно вверх ногами можно вниз ногами так какое оптимальное соотношение петель и рядов сердечко я же говорила количество петель равно количеству рядов даже думать не надо на изнанке как буфы получаются на изнанке да вот но буфы в обратную сторону внутрь если у вас всего 20 рядов то есть 10 с одной стороны 10 с другой то всего провязываете 20 рядов сколько на машинке петель надета реально столько и рядов провязывать это оптимальное соотношение меньше вам просто не хватит натянуть больше будет вот здесь вот мешком сидеть ну вот смотрите отпаривать не будем за счет того что мы с вами делали уменьшение петель вот они они исчезли растворились эти дорожки зато у нас достаточно приличная макушка вышла аж сердечко ушло внутрь вот она и получается вот такая вот шляпка если на нее налепить помпон я тебе вот а я сейчас туда просто запих запихну девчонки пишут а если ту полоску что на телефон надета вот здесь тоже сделать подлиннее и с этой стороны то получится двойная повязка на голову да все что угодно идея воплощение может быть сколько угодно это может быть и шапка для взрослых это может быть шапка для ребенка я вот сейчас все таки поставила парогенератор мы ее отпарим потому что бы она на голове более плавно сидела а ты же говорила что по сделаешь капаком а получилось получилось вот немножко да мне казалось что ну вот она длиннее по длине можно вязать по длине то есть мы хотели по длине но получилось ну вот нужен помпон не нужно это пирог получается мы на самом деле хотели сделать так чтобы шов был сзади но так как у нас время не осталось то мы решили что мы не будем этим заниматься потому что как бы блок подключались но главное что в мире мир и youtube очень даже симпатичный ну вот достаточно длинная вот и дальше носите как хотите хотите так хотите на бачок берете ком тоже как вариант но это уже фантазия просто вот хозяина хозяйки а за ломтик ровненько уложились 2100 по москве вот здесь вот можно сделать маленький малюсенький помпон да можно сделать как ты мне говорила какую-то эту бантик какой-то прицепить сюда можно так закладывать то есть тоже можно сюда вот как бы какой-то бантик сделать чтобы она вот здесь вот было не не видно да что угодно вот задекорировать если вы спереди делаете вот пожалуйста вид сзади вид спереди то же самое сбоку говорит девочки а можно поближе уголочек которым язычки поправляют я хочу сыну показать чтобы он такой сделал а то трудности возникают это вот этот вы можете купить у нас они продаются напишите нам мы вам вышли но доставка он стоит что-то там уже 70 или 50 рублей вам только за доставку если в питере значит езжайте и заберете это фирменные те которые продаются вязальные машины минива у нас тем у кого проблемы с запчастями для невы у нас на сайте есть форма заказа вы можете заказать и мы вам отправим туритан которая вам нужна но для других вязальных машин у нас ничего нет потому что мы подходит и крючок и шильца и вот эта штука подходит для всех машин вот длинивые эти гребенки все это у нас есть в это все можете у нас заказать и к тому же для сильверов бразеров подходит у меня сейчас нет руках крабики потому что у них очень такие мягкие пружинки они могут цепляться за любую машинку а девчонки у тебя есть идея как из чего сделать там у тебя палочка какая-то у меня у меня была была линейка линейка деревянная линейка линейку просто заостряем так остро-остро берете нож женщина не надо сына просить линейку обычную канцелярскую застрили вот так вот остро у кого в доме нету мальчика и мальчика и вот этот острый острый край вы просто ставите этот острый край ведете по языкам и она вас открывает самое главное руки не не поранте и все вот вам не надо покупать конечно красивая штука но теряется вечно искать придется линеек зато в доме как обычно поэтому поэтому